Я думаю, что сами пилоты сказали Не нужно, хватит Горят моторы Внутри 60 градусов Это чистая сауна Преет попа, понимаете? И не только Попытки обнаружить в эфире человека, который знал бы о прогревах что-нибудь, не увенчались успехом Да я слышу, я рядом с тобой сижу, Коль Не увенчались успехом, к сожалению Я даже не столько тебе, сколько зрителям рассказываю А ты заметил, что мы видим только одну картинку с одними и теми же зрителями? Они для меня уже родные Да Да, вот эти вот раз-два, 22 примерно человека А я смотрю тем временем на внутреннее пространство автомобиля Алексея Головни Там не часто удается в такие машины заглянуть, посидеть в них Даже нам Ну там у него так, не сильно Главное, что посмотри, видишь? Все очень лаконично, такая спортивная аскеза Да-да-да, минимализм такой Все, не будет прогревов Я объясню, почему я, собственно, напророчил прогревочные проезды Потому что раньше они заканчивали топ-16 После перерыва был раунд с прогревами еще А потом шли без прогревов Ну то, что сейчас их отменили, это, мне кажется, большое благо Во-первых, сэкономят пилоты резину Во-вторых, может быть и заезды пойдут как-то побыстрее, подинамичнее Потому что на дворе уже 16.09 И хотелось бы, конечно, интенсифицировать процесс Но для того, чтобы приступить к этой интенсификации Рекламную паузу давайте сделаем И дальше уже будем наслаждаться дрифтом И дальше уже будем наслаждаться дрифтом Да, кстати Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Прямые колеса были у Антона Сваринского Есть такая история, когда соперник-лидер активно дымит И идущий пилот, идущий вторым, он называется АТОЙ Первый Сенков, второй АТОЙ Ну АТОЙ, есть разные транскрипции этого всего мероприятия Так вот, некоторые особо не очень опытные пилоты Единственный шанс сохранить нормальный дрифт вторым номером едущих Это держаться максимально близко к саперам Только допустил отставание, заблудился в клубах дыма, все Ну да, если ты не близко, ты просто не видишь куда Да, ты просто не понимаешь куда ехать Вот сейчас, по-моему, на перекладке там у Антона была проблема Он из-за этого упустил Алексея далеко вперед И все, и дальше уже не просто о парном дрифте, а вообще о дрифте речь не шла даже Ну там еще была проблема при выходе из первой дуги к Апексу, когда они подъезжали Там Антон так вот на повторе очень хорошо видно Почти выровнялся, знаешь, подобрал себе место под перекладку Ну мне показалось, что он это сделал для того, чтобы сократить дистанцию Ты прав, там с фуридаши начались проблемы И пришлось уже спасаться за счет небольшого угла, пометуя о том, что самое главное оказаться максимально близко к сопернику Вот именно это Антон и попытался сделать И вот сейчас мы с тобой видим этот повтор А зрителей, к сожалению, нет Зрителям показывают то, что автомобили уже выстроились на линию старта 9,5 на 7,5, более чем закономерный итог этого первого заезда Разумеется, в пользу Алексея Головни, который сейчас в роли догоняющего попробует успех этот закрепить Понятно, что он в этой паре однозначный фаворит При всем моем уважении к команде Голуболин Дриптим И Реша в бампере Фуридаш вовнутрь, в базу Ой, не получается, фуридаш у Антона хронический И Алексей там с трудом справился с этой ситуацией Еле-еле А вот сейчас Синхронно Ну ты видишь, Антон не дымит, за ним легко Да, да, за ним не заблудишься Не заблудишься точно, мало того, опять допускает ошибку Очень нестабильное движение у Супра, конечно Просто бардачное даже, я бы сказал И можно было бы это списать на неопытность Антона Ну, во-первых, какая уж неопытность А во-вторых, он в квалификации-то ехал нормально Ну, квалификация-то не парный дрифт Квалификация, мне вообще кажется, не дрифтом Это для меня чисто просто расставление в сетке И тренировка Да, тренировка и позиция в сетке Ну, это некий, да, если хочешь, предварительный отбор Пилоты должны доказать, что они в состоянии ехать по заданию 9-8 9-8 и, да, хором 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 Алексей Головня проходит дальше На кого попадает, Коль? Пока непонятно, это же только первая дуэль Ну, теоретически, да Теоретически, ну, вот на одного из... Или Федор Дежит, или Александр Кизилов Вот мы сейчас на них и посмотрим А вот, кстати, тут не определим Абсолютно Кизилов, Кизилов может, но и Дежит сможет Никаких прогнозов у нас нет Да, у меня, честно говоря, опять же, при всем уважении к Феде Мне казалось, что его Артур уничтожит в этой сетке Но, опять же, это сложилось такое мнение Ровно потому, что Артур здесь победил некоторое время назад На втором этапе РДС Но видите, как Артур сам себя элиминировал фактически на прогреве Поэтому... Ну, а Саша Кизилов, это вообще белый сюрприз Который может выстрелить, который может удивить И вот он с хлыстом, с хлыстом ставится А Федя, по-моему, пытался обезопасить себя И в итоге не получилось парного дрифта на первых десятках метров дистанции Федя внутри запаздывает, отстает почти ровно И еще ровно едет Ровно, опять ровно Выходит за пределы задания А Саша-то хорош А Саша едет, да Если считать это... Ну, Фуридаша у него просто она постоянная Вот в силу каких-то причин он не может ставиться вот так, как нужно С щелчком резко и сразу на правильный угол Он делает все время вот этот вот контр-смещение такое Вот, раз... Нет, это контр-смещение не мешало Феде, если честно Нет, не мешало, абсолютно нет Наоборот, он мог его использовать для того, чтобы приблизиться Да, можно было и даже дать пространство Он же прекрасно знает, что Саша Кизилов так ставится Все это обсуждали, все это видели в квалификации И у пилотов даже в их предстарте Здесь есть монитор, на котором они видят ровно вот эту же картинку Ну, просто есть у многих пилотов такая привычка так ставится Мне кажется, что это... Ну, а мне кажется, постепенно изживается постепенно Не может изживаться, это используется почти везде У нас нет? Ну, я имею в виду мировой дрифт А, мировой, да? Вот такой, я имею в виду короткий хлыст 9 на 70 с половиной Профессиональный короткий такой хлыст Знаешь, не начало дрифта с перекладкой Ну, Федор может реабилитироваться В общем, относительно спасаемая ситуация Полтора балла можно отыграть вполне Нужно просто хорошо проехать Просто ехать задание и все Слабенько, фуридашу, лобой Ой, кизила Ой, Саша, Саша, что ж ты творишь-то, а? Пол первого сектора на прямых колесах Федя едет к валу, пожалуйста Чуть-чуть вверх И, Саша, смотрите, опять потерял угол Опять прямые колеса Ты знаешь, вот странный этот угол таблицы нашей соревновательной Ай, почти Вот, будь моя воля, я бы никого из них дальше не пустил, честно Ну, примитивно к тому, что мы сейчас видим Твоей воли нет? Нет моей воли Нет Есть беспощадный диктат спортивного регламента И все мы делаем в соответствии с написанными буквами Ну, мне все равно кажется, что Федя смотрелся увереннее Первым номером они оба смотрелись неплохо, скажем так Вопрос в том, что, казалось бы, что хуже, чем Федя, проехать невозможно вторым Но Александр справился Александр справился, и это, ну, поразительно, конечно Поразительно, потому что я такого... Я такого не ждал Я думаю, что Федя пройдет дальше Мне так кажется Да, и я так думаю Ну, опять же, это вот тот случай, когда сложно это записать в заслугу, да? Они просто по очереди пытались друг другу проиграть В топ-16 уже должно было быть как на... Тейм-2, ого, вот это да Ну, Федя, конечно, заявным привычным Федор Двежис проходит дальше Алексей Головня, готовься К тебе едет Марк Ладно, поехали дальше Вот это интригующая пара, безусловно Павел Бусыгин И Писегов Toyota Airs Gorilla Energy Techno Cartel Toyota Super номер пятый И Андрей Писегов Tuning Factory Goodride iMall Nissan Skyliner 32 С мотором 2JZ 700 лошадиных сил у Паши 480 где-то у Андрея Писегова Поехали Андрей, естественно, в роли лидера Он был в топе квалификации вчера Причем как-то сразу в этот топ залез И больше не вылезал оттуда Ну, что это за... Я не понимаю Фуридаши должно быть Нет Фуридаши Почему-то нет Фуридаши Даже у Писегова, которого чуть ли не королем Фуридаши считали в его чемпионский сезон Мне кажется, королем Фуридаши он остался там, когда и был чемпионом Ну, наверное, да Это был вообще очень такой огненный сезон для Писегова Такой себе заезд Да, честно говоря, да Вот мы видим сейчас повтор Вот можем проанализировать слегка Вот все правильно У правого заднего колеса находится Бусыгин Отсутствует А потом пролетают слева эти конусы Где должна быть зона Фуридаши Да, вернее, где она есть Но там не случается Фуридаши Писегом недостаточно широко Какая-то вяленькая перекладка у обоих причем Такой сейфли ран И у того я не знаю У меня нет какого-то явного преимущества, которое мог бы отдать кому-то из них Зная, что Паша все равно выложит с первым номером И даст возможность подъехать 9 на 8 с половиной, пожалуйста То, что я и говорил То, о чем ты говоришь Он понимает, полбала Да Я эти полбала сожру Когда буду ехать вторым Но Это же еще Паша должен позволить ему ехать вторым Ну, это во-первых А во-вторых, ну, представляешь Вот так, как надо себя чувствовать Насколько уверенно Чтобы на последний момент Оставлять решение всех своих проблем Хотя можно было хорошо, например, проехать первым Воспользоваться преимуществом Ай-Андерстир Ай-Андерстир и... Ай-яй-яй Андерстир производства Apple, ты имеешь в виду Да И вот смотри, что делает Писеков И он распрямляется Вот и все И он не смог решить свою проблему И на границе двух секторов Ударов И еще удар будет и разворот Ударов Это называется непонятная мне абсолютно нервная ситуация Зачем это делать? Ну, можно, конечно, подумать о том, что мотор не очень хорошо себя чувствует Вот, например, я не знаю Что я могу себе... Думаю, что-то вот, что-то какая-то ерунда с технией но не по-писеговски это было смотри смотри на на фуридаш его и обрати внимание на передние колеса еще чуть-чуть он был бы там где был артур вот просто обрати внимание писек бусыгин без фуридаши окей но писегов смотри да если этого ловит еще раз выезжают двумя колесами но это допустимо близкого тут что ловит зацеп ловит зацеп соответственно ну пусть пропадает крутящий момент и попытаюсь с точки зрения физики объяснить зрителям попаду пропадает когда крутящий момент на колесах они выходят из этой зоны где собственно которая нужна дрифтером когда колесо уже проскальзывает но еще сохраняется контроль над автомобилем это очень тонкая грань который нужно чувствовать чуть больше дашь газу сцепные свойства резины закончится автомобиль станет неуправляемым у него было пол балла преимущества напомню но это что творил писегов но никак не может привести к преимуществу андрея никак и таким образом мы прощаемся с командой тюнинг-факторе good right time all которые вообще привыкли видеть на подиуме полном составе из этапа в этап до первого пилота этой команды устранил сам писегов ну просто так случилось что они с алексеем бобровских сошлись это к такой просто дабл дабл да иван куренбин смотрит в камеру в ожидании своего заезда а мы смотрим на ивана куренбина в ожидании баллов за предыдущий проезд павла бусыгина и андрея писегова а куренбин я вижу вроде бы это оружейников с оружейниковым доедет и и будет соперник павла бусыгина определяться в этом противостоянии то не стоят и ждут уже оба в полной экипировки разумеется как-то необычно что оружейников стоит по правой да по правой стороне ну вот вчера такая была очень непонятная квалификация и он сам до нее не смог разобраться в этой ситуации может быть это и хорошо он попал в такую сетку там где имеет возможность по чуть-чуть проходить дальше ну он показал что он в хорошей форме собственно одолев николая тягаева ну там мы помним этот хлыст об стену ну да вот как раз нам показывают задний левый фонарь до который как раз его себе роем до принял на себя первый удар ну там немного вообще элементов сохранилось в задней части автомобиля а что же там селя так долго думают неужели математика наша не правильная ну главное что им то важно сейчас решить для продолжения процесса кто победил 65 всего лишь один балл еще добавляют пашу бусыгину но этого хватает этого хватает чтобы мы отблагодарили андрея писегова попрощались с ним как из команды тюнинг-факторе гудрайт аймол немного странное выступление для этого коллектива еще более странная езда для самого писегова наверное были какие-то глубинные причины которые просто стороны не видно но этого уже в комментариях потом услышим глубинные причины как глубинная бомба да она и есть собственно и так mazda rx-7 с мотором 2 gz против сильвии с 15 с мотором lsa таков расклад 1-0 дрифт тим против то это я сгорел энерджи техно картель и как же близко едет ружье сразу а ружье здесь может ошибиться но не ошибается и синхронная перекладка опять он вот рядом рядом с иваном куренбин и и я держать держать удал справляется женя но я думал пал хапнул то не молодец ли он так хапнул просить про двукратного то чемпиона российской дрифт-серии даже видишь было выставлено колесо передние так упреждал занос смотри смотри и четко поставок заодно эту постановку уже можно просто облобызать женю сквозь его 3 страшно-страшно за стремноватенько тем более ваня дизайнер то говорит справа женя и вишка моих девочек нам уж надо 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 читать надо уметь читать соперника да то есть жени оружейников очень четко понял что сделает куренбин и он выставился прямо вот на тот угол и в тот момент когда это было нужно сделать это это талант это безусловно и даже гениальность наверное в каком-то смысле девять с половиной 11 полтора даже полтора ну ты видишь девять с половиной то есть куренбин ехал почти задание ты видишь он ехал хорошо именно поэтому оружейников смог проехать так близко естественно очень забавный был кстати у коля тягаева проезд с александром сиверцевым здесь в прошлом году когда они умудрились абсолютно плавно без толчков и контактов два раза сменить позиции в процессе движения сначала один нырнул внутрь потом понял что зря это делает ушел на внешку пропустил вперед чем невероятный был балет феноменальный абсолютно не по правилам полное там забвение всего на свете ночью опа варивание ставится у заднего крыла такова не у нас это серия и теряет темп сейчас надо догонять на угле уже не к синхрон до света увы иван до свидания иван 2 не синхрон отставания 34 корпуса ну нет там 4 конечно вот именно в том может быть до плюс ракурс там туда-сюда но корпуса точно было это серьезно и это в любом случае не так близко как Ружейников ну что ж редеют ряды команды 1-0 Drift Team похоже по итогам этой дуэли ну а дальше поредеют и поредеет и строй команды Toyota Airs Gorilla Energy Techno Cartel потому что если сейчас побеждает Ружейников что очень вероятно он встретится с Бусыгином в следующем раунде ну точно поредеют да однозначно не в этом заезде так в следующем ну да не будет же ничьи да там уже совсем окутал клубами дыма Ивана Куренбина и Евгений Ружейников ну где 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 же эти результаты там выглядывает уголок не разобрал я чей автомобиль там стоит может быть Андрея Остапова не знаю да да Андрей Остапов и Аркадий Цареграцев ждут своей очереди это уже другая часть таблицы еще четыре дуэли таким образом нам остается посмотреть и дальше мы перейдем уже к раунду топ-8 и там будут разыгрываться путевки в полуфинал ровный результат по второму заезду 9.5 на 9.5 ну это что значит что Ружейников проехал не хуже чем Куренбин первым номером а Куренбин просто не смог подъехать близко ну вроде и отстал нетрагично вот так можно с цифрового на русский перевести то что мы увидели сейчас на экране это ну в общем просто чтобы вы поняли несмотря на равенство баллов это в общем не признание заслуг Ивана Куренбина в данном случае при всей моей симпатии к Ване итак Аркадий Цареграцев второе место в квалификации вчера и одна победа над Иваном Гавриловым в общем ничего не значащая победа ой рано очень рано поставился до Аркадий Цареграцев его Skyline GTR только сейчас набирает ход набирает угол и мне кажется что Андрей Остапов не ожидал просто такого от своего лидера RB 26 шестицилиндровый мотор шестицилиндровый бьется под капотом машины Аркадия Цареграцева команды Fail Crew которая несет ливрею Black Monster Energy на своих бортах и других поверхностях ну а у Остапова два GZ там все более-менее традиционно и Alteza которая вот с таким дизайном но вернее если это и IS по расположению руля судья то это IS того вот поколения а дизайн передней части просто аккуратно перерисовали скажем так что произошло на Фуридаше Максим? мне интересует твое мнение на Фуридаше Аркаша поставился слишком рано я думаю что Андрей просто не ожидал так ты все правильно сказал слишком рано как для Аркаши я думаю если бы он делал так на квалификации может быть первым был очень да очень возможная ситуация и мне конечно чертовски прям вот зудит как-то понять или прозреть в альтернативную реальность где бы в этой системе координат был Георгий Чевчан вот прям очень такая досадная конечно поломка на самом финале фактически тренировок уже ничего нельзя было сделать 9-9 ну что ж ошибку Цареграцева ну если это была ошибка мне кажется не ошибка была просто но просто нашли все-таки каких-то недочетов у Аркадия сейчас смотрю на альтернативном токаране повторы пытаюсь понять почему же почему же не 9,5 например почему 9 баллов разве что за небольшую коррекцию по углу перед стенкой там Аркадий добирал немножко угла может быть из-за этого 9 баллов ну гардрелью ну первой стенкой там где был Артур ну да скорее всего за эту стенку да может быть ну что ж поехали Андрей Остапов теперь впереди ну как впереди почти вровень разгоняются автомобили что такое с углом Цареграцева опять ну он догоняет что же с углом ой 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 был ли контакт там был контакт но молодец но это хороший был контакт простой но вот так близко как Аркадий сейчас подъехал к Андрею никто еще не подъезжал мне кажется там вообще в кайф ехать близко в третьем сервере ну вот тем не менее мы еще таких по-настоящему близких проездов на хвосте дистанции на финиш оцениваемого участка не видели смотри на маленьком угле почти ровно догоняет на маленьком угле догнал подъехал под борт и больше уже не расставались сейчас будет контакт легкий есть чпок такой да даже отметил подвинул немножко подвинул ну Остапов не растерялся отдадим ему должное 9-8 да заслуженный балл преимущество у Аркадия Цареграцева и он проходит в следующий раунд Андрея Остапова мы провожаем аплодисментами а на старте видим Феликса Четипаховяна и Виталия Полищука два тридцать шестых кузова с очень разными моторами рядная шестерка у Феликса Четипаховяна и V-образный мотор у Виталия Полищука оба турбированные S50 B30 у Феликса М60 B40 четырехлитровый двигатель у Виталия Полищука ну четырехлитровый это если ничего не сделали там с рабочим объемом два очень разных очень баварских автомобиля опять какая-то без фуридаж ооооой открыт капот добрый вечер ну что ж такое то и наверное минус стекло кстати потому что капот как как мне при университого уже пластик вы не всегда мне вот по-моему в данном случае не пластик был бы пластиковый я не пережил это такой сейчас стекло шрёдингера не не пластиковый если стекло значит нельзя ехать дальше все это все это все к сожалению на этом дуэль заканчивается виталий поличок уезжает сервис я ну если предположить что у них есть запасное стекло они могут попросить пять минут там я думаю что виталик будет занят он будет пить механиков просто как же но такая плошность на таких механиков но это просто просто хана это это все равно что колесо не закрутить я не знаю казалось бы такая мелочь проверь замки и все но слишком много мелочей в автоспорте ну именно поэтому тех сход сразу все без вариантов к сожалению садиков гукасян 2g2 2gz это на метр злости и человек который делает лучшая кара ягненка я до коры вас а ягненка делаю я не знал серьезно поехали поехали и и вильям на восстановленной после вчерашней аварии машине очень неплохо едет ворам номером за жене с утюковым тут аккуратно это посмотрите какие раз чудесные чудеса а вот здесь ровно блин ровно запоздание не синхрон к сожалению завис там в дыму весь посмотри те посмотри коля посмотрите товарищи зрители все останавливается на третьем секторе вильям увы чудо не произошло так интересно да с целой стороны смотреть на машину вильяма об подъехал ну да здесь может быть далековато но вы тут он вполне да очень прилип перспективно такс очень прилично учитывая скорость высокую в этом месте я думал он прямо сейчас будет кормить ягненком же не через окошко так через окошко но не получилось если бы мог кормить через окошко наверное бы два балла бы заработал к минимум как минимум тоже знают друг друга давным-давно много-много лет и его бы участвовали в самом первом сезоне рдс тогда еще вильям был в составе команды тюнер воркс тюнер воркс да у меня даже кепка есть тюнер ворс представляешь а сейчас это уилл уилл ворк рейсинг нет сейчас это просто просто вильям и кара игненка да и кара игненка надо кстати когда они снова соберутся четырехдверными участниками у нас была команда фантастическая четверка которая объединила четверых пилотов на 4 дверных автомобилях гениально да прекрасная идея вот я думаю что теперь они могут все нас видеть держится в объединиться в команду кара ягненка мне кажется будет классно и можно еще колю тягаева туда и колю тягаева колю тягаевым потом был еще иван никулин из-за бурнаула который обещал ехать с нами весь сезон а потом передумал девять на семь с половиной в пользу сутюкова ну ничего не потеряно так и хочется сказать для вильяма гукасена но просто сутюков это сутюков он сейчас начнет раздавать вторым номером активно он сейчас будет давать ему злость в окно смотри опа и вот рядышком уже поехали и поехали и поехали и поехали вильям так как хороша молодец по за его крэша до разобраться и автомобилем и самому и все как-то сделать так как нужно и очень сутюков тогда не то чтобы сильно напихивать абсолют метр держится ну нет вот сейчас хорошая перекладка вот здесь будет поближе но мы уже видели эталонный проезд вторым номером третьего сектора в исполнении аркадия цириградцева сейчас не так близко не так близко я думаю что в топ-8 нам воздастся я очень на это надеюсь что нам воздастся в топ-8 я просто надеюсь пока мы ждем баллы я все-таки подведу итоги фотоконкурса который проводил поняпионер условия были чрезвычайно простыми нужно было присоединиться к поклонникам официальных аккаунтов пиани компании пионер в инстаграме или вконтакте разместить фотографию с нужным хэштегом собрать лайки и после этого отправляться за призами 9 с половиной 8 с половиной статюков гукосян 2 заезд ну богданыч уже да уже занял позицию он это правильно сделал чтобы опять же не дисквалифицировали всю пару и пять минут теперь есть чтобы все обратно собрать вот тимофей кошарный который там рядом тусуется он как раз и говорит о том что осталось только поставить крышку на место и все и автомобиль и все будет меньше минуты говорят нужно на это обрати внимание на на футболку тимона а вот вот эти вот такие ромбы некие или такие косые линии розовая и серая создают эффект корсета смотри простите пожалуйста 30 секунд далее говорят уже стекло время отведенное на ремонт и вот буквально там главный судья соревнований под личную ответственность там дал какие-то еще секунды чтобы все успели прикрутить поставить на место капот и ддк бакрю видите такие надписи и в эмпайр собственной линии одежды если сергей леонидович ты знал об этом ничего себе у него целая ли я дидикаб с или всякие я поскольку не судья я позволил себе принять в дар несколько образцов пока не надела поехала каять и богданов поехал богданов что это может означать за заезд боевой для богданов лонгера полификатором сергей кабаргин получит 0 до к сожалению да видимо проследовала команда на выпуск что если богданов не поедет прямо сейчас то он будет отстранен и у него будет сход я только так могу объяснить происходящее я верю что андрей богданов остался приверженцем в идее fair play конечно не стал бы вот так когда вот-вот все должно произойти тех схода видимо этот титр к сожалению сожалению мой прогноз сбылся да не случилось у нас борьбы в двух парах которых она могла быть весьма и весьма интересный а я так вижу алексей головня поедет с турингом до с турером до туринг я имею ввиду большой сетан для отдыха турер до песня тойот айрс инновационные высококачественные шины класса ультра high performance бросают вызов высоким скоростям движение вызывает восхищение тойот айрс и и и а и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok